В Хосинском районе было открыто сразу два новых сквера в микрорайоне Фабрициуса и Набытхе, но на этом работа по благоустройству городской среды не завершилась. Новое место отдыха получат жители Мацесты. Хосинцы во время голосования решили, что именно там не хватает прогулочной зоны. Этот район в целом преображается. Например, сейчас вдоль аллеи Челтенхема на месте строительной базы работает техника. Планируется здесь разместить либо парковку для автотранспорта, либо ярмарку. Это тоже решат сами жители совместно с ТОСами. А пока идут работы по очистке заброшенной территории. Аллея Челтенхема гостевым маршрутом является. И поэтому в неприглядном состоянии находилась данная территория. Здесь был забор, который уже не отвечал структурному облику. И все остальное там как бы было в запущенном состоянии. Значит, за счет привлеченных организаций, строительных организаций также. Администрация Московского района очищает данную территорию и приводит в соответствие к санитарному порядку. А предприниматели на Мацесте решили не дожидаться 31 марта, когда состоится общегородской субботник. Все разом вышли накануне, отмыли витрины своих магазинов, навели порядок вокруг торговых объектов. Чистота их объектов снаружи – это прежде всего преимущество их собственного бизнеса и привлечение людей. Ни один человек не зайдет в магазин, который абсолютно грязный и имеет непристойный вид. Но если здесь порядок в силах навести самим сочинцам, то в микрорайоне Фабрициуса в гаражном массиве разобраться может только межведомственная комиссия. Сегодня утром целый десант полицейских инспектировал каждое помещение двух гаражных кооперативов. Такую задачу поставил глава города. И садоводческие товарищества сдают в аренду неизвестным людям свои дачи, там проживают люди. Мы знаем и о том, что в гаражных кооперативах сегодня не все нормально, потому что гаражи сдаются под жилье, и там живут непонятные люди. Этому подтверждение недавний выявленный факт проживания на даче в Адлерском районе человека, который занимался изготовлением оружия, готовился к каким-то мероприятиям, и он не был известен. Вот как работа в Хостинском районе ведется? Работа эта будет завершена в течение ближайшего месяца, как вы поручили. Те гаражно-строительные кооперативы, а их у нас 47, они уже все пройдены вдоль и поперек, но ситуация осложняется тем, что часть гаражей закрыта, часть людей отсутствует. У нас адреса есть по каждому боксу, по каждому гаражу, где в начале года. Ну, задача понятная. Нужно дойти до каждого гаража, до каждого, понять, открыть их, во-первых, это и полиция, и прокуратура об этом знает, и ФСБ, что нужно это сделать. Открыть, увидеть, убедиться, что там ничего не происходит. А если мы видим гаражи, которые не открываются, значит, там что-то происходит. Поэтому принять эти меры. Ну, и последствия нужно разобраться по каждому, кто там находится, и принять решение. В гаражах должны стоять автомобили. Это должно быть исключение, а не норма, когда в гаражах и дачах проживают люди, тем более не зарегистрированные, тем более, как выясняется, часто еще и мигранты незаконные. То есть это задача номер один. Это задача безопасности. Вопрос достаточно серьезный, и большинство гаражан понимают необходимость таких рейда в двери. Открывают документы, показывают. Во исполнении решения антитеррористической комиссии в городе Сочи администрация Хостинского района совместно с отделом полиции, районным казачьим обществом, отделом надзорной деятельности проводит обследование гаражных кооперативов на территории Хостинского района на предмет выявления лиц, незаконно пребывающих на территории Хостинского района. Недовольные тоже встречаются. Вот этого водителя такси разбудили в единственный выходной. А документы не при себе, а в машине. Документы спрашивают один в выходной. Ну, что отдыхал один в выходной, Бургенович, ну, сейчас мне надо идти в машину сразу. Но если у этого жителя с документами все в порядке, у других выявлены нарушения миграционного законодательства. Только здесь на фабрицоса 250 боксов, половина из которых сдается как жильем. Ряд нарушений выявлено, в том числе по тем вопросам, которые я выше обозначил. Уже будем проверять дальнейшее, доставлять в отдел полиции и принимать меры в соответствии с законодательством. Незаконной миграцией объявлена настоящая война. Достучаться до каждого жителя таких строений придется. 70% всех правонарушений на курорте совершаются приезжими. Тем не менее, Сочи признан одним из самых безопасных городов страны. Выданы сегодня предписания и предпринимателям, которые разместили свои торговые объекты в гаражах или в пристройках к ним. Это тоже нарушение. Сначала они заплатят штрафы, а если продолжат работать в таких условиях, передадут дела в суд. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.